Батя приволок вот такую фигню на прицепе. Какая-то сеялка. Просеивайте. Кто немецкий знает язык переведите на паузу, поставьте. Двигатель, он редуктор угловой и сразу идет на две стороны звезды. Шкивы, ролики всякие. Вот тут какой-то еще ящик с ремнями. Вот какой-то барабан магнитный. Сестрафтор должен приехать, надо снять его, зацепит. Какой-то магнитный барабан, не знаю, что это. Ну это сеет семечку, то ли еще зерно, то ли что-то такое. И вот это крутится и чтоб металл не попадал. Какие-то задвижки. Куча, просто куча вот таких вот креплений, какие-то шнеки. Вот там колотят. Это бункера, звезды. Вот какие-то здоровые. Шкив маленький, шкив большой сразу уже. Промежуточный вал можно сделать. Ну тут какие-то звездочки. Решетон уже готовая. Все я не хочу. Какие-то шнеки. Чего тут, не знаю. Это уже какая-то мешалка. Вот редуктор какой-то угловой сюда и туда тоже шнек пошел. Вот здесь вот тоже куча застежек, металла, металла сколько ровненького, мощненького. Здесь щит силовой какой-то, пробки еще керамические. Туда, сюда его на карио загрузили. А обратно, я не знаю. Сейчас паренек должен прибежать. Знакомый. Ковшом зацепим вот сюда поставим. Повожу два бруса сто на сто. Прямо на цветочник. Ну нереально руками его выгрузить. И буду распиливать плазмачом. Вот они уже. Типа профиль по типу швеллера готовенький. Куча валов, куча шкивов, цепей звезд и металла. Ну что-то сдам на металл. Говорят, он полностью рабочий. Вот так вот. Вон какая-то там трясег узкая. Наверное, вот туда как раз таки и трусят. И вон намагниченный барабан. И там огромнейший шкив. Можно сделать понижение от двигателя сразу на мост. Вот этим шкивом. Без коробок, без ничего. И скорость будет черепащей. Капец. Капец. Вот такая фигня. Просто огромная. Вот такой чемодан. Сейчас двери вот так обвяжем, чтобы не открывались. Тут даже какие-то кассеты. Что это такое? Непонятно. Какие-то бункера. Снял ось с этого, с прицепа. Со второго. Поставил колеса с кары. Они пониже. А здесь труба. Говоздь торчит. 200. Все. Сейчас вот так вот данкратами подданкратим. Туда его подкотим. Чуть дальше середины. Чуть-чуть. Вот, чтобы давление тоже сюда не сильное было. А там посмотрим. Вот. Попустим и повезем туда, куда нам надо. Он реально огромный. Полтонны. 550 килограмм якобы. Вот. Как-то так. Нормально. Я поехал. Поехали. Первую. Кипитка. Отлично. А то на трубах хотел ее тащить. Я говорю, да конечно. Я говорю, да конечно. Ну что, продолжается. У меня тут доработки, доработки. Добавил еще два фонаря. Вот здесь. Туда. Четыре штуки всего. Вот они стоят. Вот один стоит. А вот другой. Такие же точно. Ну вот теперь хоть вперед светят. Вот чуть-чуть. Вот руками перекрываешь вот те фонари. И не совсем не хорошо видно. Это я почистил уголки. Это и смотреть вот так вот. На свет подвел. Или этот. И работать. Сделал постол поворотный. Не знаю. Видно нет. Что-то. Попадает наверное. Она замыленная. Рукой подержу. Из диска. Из половины. Решетка вот эта съемная. Можно снять. Мало ли может что-то упасть туда. Он уже как отпесочился. Ну я ничего ему не делал. Сам отпесочился. Серединка тоже. Ну ладно. Садится. Вырезал плотненько. Там какая-то ступица неизвестная мне. Похоже возможно с этого. Как ее. Хотел быстро. Сбрехать. Она пониже чем Жигулевская. И маховик. Маховик. Середку плазморезом вырезал. И снизу. Мужик ее приварил. Прям. И заглушил там где подшипник было видно. Шайбу. И середку шайбы тоже заварил. Чтобы туда песок не попадал. И все. Маховик он тяжелый. Не дает ему перевернуться. Но при этом. Очень даже. По кайфу. Это легкое. Можно руками поелозить. А вот сейчас. Буду чистить. Корзины. Всякие диски. Тормозные. Барбаны. Столик. И повыше. Сейчас локти вообще лежат на этих. На этих прорезях. Лежатые руки вообще не напрягаются. Вот так вот сделал вот эту сетку. Сегодня сварил. Из арматуры каждые 10 сантиметров расстояние. Забабахал. И сверху на хомуты. На пластиковом стяжке. По середке так. И не прилягало. А по краям. Возле каждой арматуры. Не знаю. Просто. Стянул. Да и все. Вот. Молоточек. Отбивать. Шлычок. Попадался. Там. Это сварка еще варил. Уголки под струбцины. Все. Хары. На сегодня доработок. Песок. Вроде бы работает пока еще. Но надо брать другую. Купер шлаки. Мупер шлаки. Это у меня там сито. Такое самодельное. Он сыпется сразу через сито. Сеется. Заново. Что-то мусор. Может быть все остальное. А вот еще. Сегодня он поставил. Но я его раньше-то заказывал. Вот. Как раз подошел. Ну чуть длиннее стало ручки. Но мне его не таскать. Можно кран если что открутить. Все. На двойке мужики работаю. Выставил. Как бы показать. Двуечку выставил. И на ней работаю. Где-то подтравливает. Вот тут из-под резинки. Офигенно работает. Все. Надо добавить здесь. Не надо бегать. Вот туда. К компрессору. И кстати. Шлачок. Шлачок. Говорю. Конденсат. Вот. Рука. Собирается. Так что вот эта штука. Перед баллоном. Мега нужная штука. Вода. Песок. Суши. Будет. Мне так кажется. Кстати. Кран сегодня чистил. Что-то вон внизу. Скорее всего. Вот это ж. Конденсат нес. И хобот этот. Вот здесь вот. Песок был мокрый. И дырку залепило. Вот как-то так. Сейчас вот здесь он сюда доходит. Отделяется. И дальше уже. Пошел сухой воздух. Как-то так. Все. Шабаш. Так. Ну открыл камеру. Показать подробненько. Сейчас песочил. Тормозной барабан. Сейчас покажу. Это уголки песочил. По этим уголкам я выставляю. Стойку рулевую. Нужный угол. А это просто сварочные уголки. 90 градусов. Под струбцины. Не магнитные. А именно струбцины. Там где нужно зажать. Так что магниты не держат. А это здесь по-моему 115 градусов. Если я не ошибаюсь. Под стойку. Тоже струбцинами схватываю. И все. Отлично. Вот такая решеточка получилась. Подробненько покажу. Стяжками схвачено. Вот эта юбка. Которая держит песок. Когда крышка открывается. Она не просыпается. Она может быть по уголкам. Вот здесь немножечко. Но тем не менее. Здесь и так щебенка везде. Поэтому. Если тут рюмка. Рюмка песка высыпется. И то уже хорошо. Вот как-то так. Молоток шлак отбивать. Сопло сделал. Железное. Мужики. 3 миллиметра. Сейчас сниму. Покажу. Я знаю, что оно не подходит. Но мне нужно было знать. Подойдет ли мне сопло 3 миллиметра. Вот. Вот. Потому что. Ну. Допустим. Покупать. Какой там. Корбид. Бора. Или что-то такое. Да. Название. Точно не помню. Оно там. Тысяча рублей. Стоит. Самый минимум. А то и дороже. 3 миллиметровая. Поэтому. Надо было удостовериться. Работает шикардос. Я уже говорил. На двух. Давление 2. И вот. Сопло 3 миллиметра. Компрессор включился всего-навсего. Три раза. Накачать. Свой баллон. Накачать доп. ресивер. И накачать еще вот этот. Ресивер. Вот он включился. Накачал. Потом я. На воздухе. Который. Здесь. Там. И там. Еще продолжил работать. Он еще раз включился. Накачал. В общем. 3 миллиметра. В самый раз. Давление можно даже. И еще сбросить. Чуть-чуть. Вот здесь. Влага. Собирается. Просто капец. Мужики. Тут. Когда вот сбросил здесь. В баллоне. Давление. Оно как плюхнуло. В общем. Вещь нужная. Как-то так. Сейчас сниму. Покажу. Вот оно. Это сопло. Из болта. 10,9. Вот такой потайчик сделан. Это. Вот этим сверлом. Большим. Вроде как на конус. Запесочил. Всего-навсего. Один барабан. Да. Песочек. Вот такое вот состояние сейчас. А было вот такое. А это вот стало вот так вот. Это буду протачивать под шкивы. В общем. Сопло. Из болта. Сопло. Просверлено. Было троечкой. Вот у нас патрон этот. И что хочу сказать. Вот здесь на выходе отверстие увеличилось. Прямо ощутимо увеличилось. Как бы так. Направить свет что ли. Больше света. Я думаю видно. Но было 3 миллиметра. А вот с этой стороны на входе. Эти 3 миллиметра. Мужики. Остались. Вот я чувствую. Вот оно как бы стоит. Нормально. Может быть здесь тоже чуть-чуть под износилось. Но меньше в 3 раза чем вот здесь. Что тут поработал. Один барабан только почистил. В общем. Сопло карбид бора. 3 миллиметра мне подойдет. Вот так вот подложил 3 резинки. Чтобы вот. Прижималась. И туда до крана. Вот этой стороной полностью прижималась. Вот как то так. Так что. Буду еще его добивать. Сейчас. На втором диске. И посмотрю. Точнее барабане. Не посмотрю. Насколько его еще сожрет. Ну и на крайняк. Пока. Посылка будет идти. Воткнул. Назад. Эту же свечку. Маленькую что-то не нашел. А покупать. Из-за того. Чтобы ее сломать. Но не очень хочется. Дождик маленький идет. Такой. Неприятный. Вообще. Такой. Пришлось мясо жарить. Вот. Как то так. Прикольная печка. Под навесом. И все замечательно. Работает. Простоял в сарае на лет 10. А то может и больше. Да какой там. Малой уже. 14. А мы купили. Вот. Попользовались. Здесь плиты поставили. 13 лет в сарае простоял. Это обмерзло. Сейчас. Отпотеет. И начнет. Капать. Трубка. Ну холод пошел. Ну как пошел. Да его только-только включил. Набирает. Ну уже холодочком дует таким. Вот так. Направлю вверх. Это работает. Вот. Штора. Работает. Направление. Вот так вот. В центр поставить. Да. Пускай колбасит. Сейчас у меня от шифонера еще одна стенка осталась. Вот так отмечаю. Я вырезаю и прямо сюда вставляю окно на цепи. Подвесил. Чтоб не снимать его. Никуда не делась. Ну на зиму понятно убирать его. Окно закрывать. Сейчас от шифонера вырезаю. Оттуда вставляю и прошурупливаю. Я не стесняюсь. Хе-хе. Насчет этого у меня все на шурупах так. Рама. И если пару еще шурупов закручу, ничего страшного. Зато кайфарики будут. Тут сейчас заткнул какой-нибудь тряпкой щель. Снизу тоже вот так вот подоткнул. Здесь досочку прикрутил. Рамка у меня сварена была с цепями. Там крючки закрутил, подвесил. Уклончик чуть на улицу. Чуть-чуть. Да вообще дышать невозможно. А теперь хоть чуть-чуть будет колбасить. А что тут на мои несчастные тут я не знаю. Пару квадратных метров. Надпись. Сделано в Кэ Энтай. Судя по всему, китайцы и эту наклейку и делали. Как-то так. Ну, главное, что работает. Ой, холодок. Все, надо зашивать. Ну, вот сейчас пообедал, зашел. Ну, кайфарики. Сейчас хоть дышать есть чем. Вот он, правда, гудит. Ну, хоть. Ну, пускай гудит. Мать его заново. Ну, дышать есть чем. Мух потравил. Сейчас ни одной мухи нету. Не, вот какая-то одна летает. Залетела. А так, одни трупики. Вот эти черненькие. Это мухи дохлые. Кайф вообще. Что я раньше его не поставил? Я не знаю. Давно-то выпилил бы вот так вот. Глушанул окно и досвидос. Вообще кайф. Так это он работает тут. Всего-то ничего. А если с утра включить, то можно заниматься. Кстати, буду заниматься. Уже начиная с завтрашнего дня. Вон они сцепления лежат. Вот песочек, корзины, диски, крепления, двигатель. Я уже буду накидывать. Конкретно. И хоть работать можно, мужики. Это капец. Порядок навел вчера. Выгребал тут, выметал. И опять верстак закиданный. Был чистенький. Станок, стружку. Все. Убирал. Перемазал. Везде. Это масленки. Все. Прошприцевал. Винты. Почистил. Чистенький сейчас. Весь. Перемазанный. Маточное. Все. Все, что где можно. Все тут обслужил, так сказать. Подтянул, потому что было дело, расхлябалось. Все в мазуте. В мазуте. Вот. Как-то так. Ну, кайфарики. Сейчас вообще шикардос.